Свет мой зеркальце скажи, да всю правду доложи. Яль на свете всех милее, всех румяней и белее. Сказки о мёртвой церевне и о семи богатырях. Двери вагона закрылись, и поезд, с воем вытесняя воздух, понёсся в тоннель, а Ирина с тоской принялась изучать схему линии метрополитена. До Свиблова целых восемь станций, потом ещё полчаса пешим шагом до дома, в котором она вот уже неделю снимала квартиру. Шмагнув носом, Ирина рассеянно пошарила в сумке, постоянно натыкаясь то на упаковку бумажных салфеток, то на набор разноцветных маркеров, зачем-то украденный два дня назад на работе, то на ещё какую-то ерунду, пока, наконец, не нащупала вожделенную связку ключей, сжав которую она сразу же успокоилась. Ирина откинулась на жёсткую спинку сиденья и закрыла глаза, размышляя о своём новом пристанище. Свиблова же полно новостроек, но вот дёрнул же чёрт польститься на цену и уговоры риэлтора, и связаться с доисторическим бабушатником, в котором по настоятельному требованию хозяйки категорически ничего ни в коем случае нельзя было трогать. Да, квартирка просторная, с высокими потолками, но в единственной комнате на стене с выцветшими бордовыми золотом обоями был намертво приколочен огромный, поеденный молью ковёр. А в центре комнаты красовался полированный сервант, набитый пыльным хрусталём и безвкусными позолоченными сервизами. Несомненно, лет, скажем, 30 назад для советского человека всё это представляло большую ценность, и Ирина сама хорошо помнила, с каким священным трепетом её бабушка доставала из стенки хрустальные салатницы к празднику. Но в данный момент и оббитый потёртым бархатом громоздкий диван из немецкого гарнитура, и застеленный клеёнкой обеденный стол и трёхстворчатый гардероб с хозяйской каракулевой шубой внутри и все прочие элементы обстановки загромождённой квартирки внушали девушке лишь неприязнь. Да уж, не жильё, а самый настоящий музей советского быта. Станция Свиблова Ирина рывком поднялась и, цепляясь за поручень, шагнула в открытые двери на серый мрамор платформы. Добравшись на скрипучем лифте до своего этажа, Ирина открыла дверь, щёлкнула выключателем и, скинув в коридоре кроссовки, шмыгнула в комнату и плюхнулась на диван, закрытый по старой доброй советской традиции, плотной и местами вытертой накидкой с узорами. «Вот же стерва тупая!» – устало фыркнула Ирина с раздражением, разглядывая зелёные занавески на окнах, которые отлично гармонировали с вытертой дорожкой посередине ровного паркетного пола. «Раньше сказать не могла. Специально, сука, выжидала, чтоб меня перед шефом подставить». «Вот же ведь невезуха. Она, которая месяц пытается попасть к этому раскрученному стилисту, чтобы наконец привести в порядок свои непослушные волосы. И вот когда ей наконец позвонили, сообщив суперновость, что появилось окно на эту субботу, и, о боже, в офисе приключился оврал, нужно срочно выходить на все выходные. Сучка Анька, начальница Хренова, с гадкой ухмылкой сообщила им эту прекрасную новость аккурат в конце рабочего дня, хотя наверняка могла бы предупредить всех ещё утром. Ещё немного поворчав на подлость начальницу, Ирина попрелась на кухню и вставила капсулу в простенькую кофеварку. Проклиная, на чём свет стоит наглый Анькиный лозище, она с треском дёрнула задвижку и нажала кнопку. Сука! Слух выругла Сира, от ненависти к начальнице её даже бросила в жар. И ведь никак не откажешь, Анька же ни за что не упустит случай нажаловаться на неё. А там недолго и до увольнения, которое при плачевном финансовом положении в настоящем Ирина позволить себе не могла. Тихо матерясь и проклиная всю эту несправедливость, Ирина схватила чашку и ринулась к холодильнику, от злости не заметив, что вместо молока бабахнула в кофе кефира. Стоя в огромной перехожей, Ирина тщательно расчёсывала перед сном волосы. Она то и дело хмурилась, мрачно всматриваясь в мутное зеркало, облезлого трюмо, буквально всем своим жалким видом, умолявшим себя выбросить. Какое уродство, а ведь раньше подобный трильяж наверняка слыл модным дефицитом, и достать его можно было только по блату. Убожество. Но надо признать, что первенство по убожеству в этой полуторке занимала всё же ванная с намертво пожелтевшей плиткой и древней замызванной сантехникой. «Ну где у нас в стране справедливость? Почему одним деньги с неба падают, а другие от зарплаты до зарплаты перебиваются?» Шёпотом цедила Ирина, вводя расческой по непослушным кудрявым волосам. Этой бабке вонючей за полгода вперёд заплатила, чтобы скидку нормальную выдроговать, всю заначку из этой корги распотрошила. Теперь две недели на кефире и гречке сидеть. Хотя похудею, наверное. Эх, вот бы мне где деньжат поиметь. Пусть они подавятся этим, мерзкие московские старухи. Рантья недоделанная. В полночь Ирина проснулась от того, что что-то громко звякнуло в прихожей. Она оторвала голову от подушки. В темноте в коридоре что-то светилось мертвенно-голубым светом. И раздавалось какое-то тихое дребезжание. «Твою мать, вот что-то может дребезжать и светиться!» Подумала Ирина, осторожно вставая с разложенного дивана. «Воры? Хотя двери точно хорошо закрывали. И на щеколку, и на цепочку». Подсвечивая себе телефоном и чувствуя, как от страха бьется жилка в виске, Ирина тихонько на цыпочках зашла в коридор. Голубоватые огоньки на зеркале стремительно вспыхнули и тут же погасли. Темнота и почти абсолютная тишина, прерываемая лишь тиканьем старинных часов ходиков на стене рядом с выключателями. «Ну что за бред?» – подумала Ира, решительно включив свет, внимательно оглядела прихожую, проверила замки на входной двери, на всякий случай заглянула и в ванную, и в туалет. «Никого, значит, померещилась». «Чертовщина какая-то». Вася Иванов был чрезвычайно доволен провёрнутой сделкой и в ближайшее время мог со спокойной душой позволить себе сходить в ближайшую рюмочную, чтобы это дело отметить. Ключи от гаража тести он подделал давно, и вот уже месяц, воспользовавшись отъездом родственников санаторий, потихоньку торговал мелкими запчастями и радиодеталями. Выручка обычно не превышала одной-двух тысяч, но позавчера повезло – он нашёл в гараже настоящие командирские часы времён СССР и загнал их аж за четыре штуки, как родному Вахтангу, который держал цветочную киоску торгового центра. Но и на этом Васькино везение не закончилось. Коллекция марок тестя, которая заботливо хранилась за банками с оленями и вареньями, как выяснилось, стоила целое состояние. Сегодня Васька как раз и реализовал приличную порцию марок из раздела «Авиапочта». Спасение черюскинцев – чистое и почти новое, за которое Вася получил свои законные бабки от одного полусмасшедшего филателлиста. Однако зараза жена начала что-то подозревать, поэтому вечерком Василий, сложив в целлофановый пакет все вырученные от месячных продаж деньги, шёл к маме, чтобы там спокойно спрятать это всё богатство в бездонные недра старошечьего комода. Вытащив сигарету, Вася остановился прикурить возле огромной стеклянной витрины какого-то фитнес-центра, когда стекло задребезжало и, вылезшая из зеркала длинная костлявая рука, крепко схватила Ваську за ногу. «Хитрить, твою мать!» – зараза Васька, дёргаясь и безуспешно пытаясь вруться. «Кто это? Что? Помогите!» Из глубины стеклянной витрины на него сердито смотрели пара злых красных глаз. Гибкий и тонкий змеиный язык, капая густой слюной, облизывался на вопящего Ваську по ту сторону зазеркалия. Вдруг Ваську резко схватили за ногу и с силой вздёрнули в воздух, а потом как следует тряхнули, отчего у того из карманов посыпалась всякая мелочь. Зажигалки, ключи, полупустая пачка жвачки и, наконец, на тротуар шлёпнулся пакет скромной Васькиной булочкой. Костлявая рука, покрытая короткой чёрной шерстью, быстро цапнула пакет и скрылась назад в зазеркалье. Но потом быстро вернулась и отвесила на прощание Ваське больную оплеуху. Ещё раз в краже замечу, вернусь за тобой, Василий. Дрожа от страха, Ирина стояла напротив зеркала, которое жило своей мистической жизнью, словно пытаясь разговаривать с ней. Таинственный голос то утробно мычал, то неразборчиво бормотал что-то, ни слова не понять. Казалось, нечто злилось, пыталась до неё достучаться, изо всех сил старалась передать ей какую-то важную информацию. Голос становился всё громче и настойчивее, пока не перешёл в истошный вопль, словно некто издал его и умер от нечеловеческой боли. Дыхание перехватило. Ирина, словно окаменев, тупо глядела на зеркало, в котором сама уже не отражалась. Она совершенно потеряла представление о времени и пространстве и стояла бы ещё очень долго. Но очнулась от бодрой мелодии будильника в телефоне, подставленном аккуратно на 6.30. Утренняя прохлада неприятно бодрила, и ночной кошмар совершенно забылся. Ирина поёжилась, поднимая воротник куртки повыше. Про забытый зонт она вспомнила только тогда, когда крупные капли дождя упали ей на макушку. И без того паршивое настроение резко упало. Прическа, на которую она убила 40 минут, намокнув разом, превратилась в торчащую в разные стороны кудрявую мешанину. «Проклять!» – выругла Сира, быстрее засеменив в неудобной узкой юбке в сторону метро. Аккуратно обходя заполненную грязной жижей выбоинную на тротуаре, она вдруг споткнулась и заметила около бордюра плотно перемотанный скотчем небольшой свёрток. Не раздумывая, Ира схватила его и, юркнув в ближайший подъезд, затаив дыхание, открыла. «Без 12 рублей – 57 тысяч!» Вот повезло! О том, чтобы как-то попытаться вернуть деньги, Ира даже не думала. «Это её добыча, а тот, кто их потерял – лох и растяпа. Сам виноват. Пусть теперь мучается». Всю дорогу до офиса Ирина то замирала в панике, что её всё-таки кто-нибудь с этой находкой заметил, то расслаблялась в предвкушении грядущих покупок, незаметно ощупывая свёрток в сумке, словно боясь, что он испарится. Наконец, добравшись до офиса, она немного успокоилась и сразу же направилась в туалет – единственное место, где не было любопытных глаз. Заперевшись в кабинке, Ирина уже не спеша и внимательно пересчитала деньги. «Вот повезло же!» Не иначе, как её просьбы услышали высшие силы. Рабочая суббота прошла без огонька. В офисе никто ни с кем не поругался, никто ни на кого шефу не настучал. Но зато Ира могла спокойно обдумать дальнейший план действий. Новое пальто, сумку поприличней, пару блузок и платье. Обязательно что-нибудь из парфюма и, конечно, сделать ресницы. «Когда ещё так повезёт-то?» Вечером Ирина сидела за столиком сетевого кафе торгового центра и с аппетитом ужинала роллами, запивая белым вином. Возле ног на полу стояли пакеты с покупками, которые в её собственных глазах придавали ей солидности и уверенности. Поэтому Ирина, абсолютно не стесняясь, оценивающе разглядывала других посетителей, выискивая среди них одиноких представителей противоположного пола и лениво прикидывая свои шансы. За очередным глотком вина Ирина едва не поперхнулась и сердито закашлялась. На противоположной стороне торгового зала, прямо у витрины модного и отнюдь недешёвого мехового салона, стояла парочка. Широкоплечий мужчина широким жестом пригласил изящную миниатюрную блондинку зайти внутрь. Та мило согласилась и вот уже спустя пару минут примерила шикарного прямо с витрины песца. «Ах ты ж, Анька, вот проклятая дрянь!» Трясясь от злости и зависти на своём наблюдательном пункте сквозь зубы прошипела Ирина. «Специально, что ли, притащила мужика в тот же торговый центр?» «Цветы дарят этой заразе, на машинках подвозят, деньги на шмотки для этой твари вообще не жалеют!» В квартиру Ирина влетела, злая как чёрт. Открыла кран и со стервенением принялась мыть оставшуюся с утра посуду. Её бесила мысль о том, что Анька красивее, моложе, богаче, а к тому же урождённая москвичка. А не как она, лимита из занюханной тему тараканевки. К тому же завтра презентация их проекта, громкой, но глупой рекламы нового аграрного холдинга. Как устоять перед помидоркой медовой, сочной, сладкой, ароматной. Возможно, самые вкусные в мире. И представлять перед заказчиком их шедевр будет, как всегда, Анька. Про участие самой Ирины всю неделю долбившуюся фуд-дизайнеров с этими тупыми помидорами, как обычно, забудут. Львиная часть бонусов утечёт в карман белобрысой начальницы. Открыв форточку, Ира пошла в коридор за сигаретами. Бросив угрюмый взгляд в зеркало, она покопалась в стоявшей как раз на трюмо сумке и фыркнула. Куда и до Аньки-то с такой-то примечательной внешностью. Непослушные, жёсткие, как пружины волосы. Невыразительные, прямо-таки, свиные глазки. Вечные прыщи. Сопливый, особенно по весне, курносый нос. Такую красоту ни один нормальный директор не выпустит на презентацию. А их-то вообще сходит с ума исключительно по тростинкам-блондинкам. «Да чтоб эта стерва провалилась, кортит из себя королеву, а на самой клейма негде ставить. Выжловка подзаборная». Упёршись руками в облезлые края трюмо, Ирина с отращением разглядывала своё отражение. «Где твою мать справедливость? Эта гадина Анька почти не участвовала в нашем проекте, даже по выходным ни разу не выходила. Как же я её ненавижу! Да хоть бы эта дура сдохла, или хотя бы ослепла!» Злость, ревность и зависть жирным белым червём шевелились у Ирины в груди. И словно в ответ на тираду зеркало дрогнуло, и блестящая поверхность пошла голубоватыми всполохами, провожая рассерженную, ничего не замечающую от негодования девушку в комнату. Довольная новой шубкой Анна щебетала безумолку, рассказывая Кириллу свои планы на лето. Мужчина вздыхал и молча кивал, соглашаясь, что отдых в бунгало на берегу Индийского океана – самое то, и прикидывая свои финансовые возможности на поездку. «Я ненадолго, только носик по пудрю!» Кокетливо улыбнувшись, Анна выпрыгнула из-за стола. Как известно, грязный или неудобный туалет может испортить все впечатление от любого, даже самого лучшего ресторана. Но удобства в этом были выше всяких похвал. «Да уж, не подкачали», – думала Анна, намыливая руки лавандовым мылом и с удовольствием разглядывая свое отражение. «Уже заметные морщинки залегли в уголках глаз. Нужно обязательно подколоть ботокс. И губы тоже не мешало бы сделать побольше. Надо как-то невзначайно микнуть Кириллу. Он простачок и нежадный, а значит, обязательно проспонсирует ее красоту». Анна таких лохов чувствовала за версту и почти безошибочно вычисляла. «Ну ничего, этого Кирилла она еще и на Мальдивы в июле раскрутит». Вдруг большое зеркало на стене потемнело, задрожало и пошло рябью. Анна оглянулась. «Ну что за хрень такая творится? В туалете кроме нее как назло никого. А может, это какой-нибудь гадкий пранк, который потом выложит у себя на канале очередной умственно отсталый блогер?» Резкий хлопок и звон разбивающегося стекла не дали Анне сформировать эту мысль. Зеркало перед ней взорвалось на тысячи осколков. Дико закричав, Анна отпрянула и упала, закрыла лицо руками. В тот час из глубины разбитого зеркала вынырнула тонкая, почти прозрачная рука. И в то же мгновение острый осколок глубоко вонзился в правый глаз Ани. «Будка кто позвал ее». Тихо и ласково шептал, называя по имени. Ирина, сама того не желая, снова смотрела в пыльное зеркало трильяжа. На ее светлой ночной рубашке в районе груди медленно набухало кровавое пятно. Темное, почти черное, трясущейся рукой Ирина осторожно дотронулась. Горячая, липкая. Все кончено. Вихрем в голове пронеслась страшная мысль. Ирина перепугалась до чертиков. Ей захотелось уйти из этой неправильной, жестокой и несправедливой реальности. Но она по-прежнему истуканом стояла у зеркала. «Ничего еще не кончено». Хриплый, будто простуженный голос ответил на ее мысли из-за зеркалья. Истекающая кровью Ирина зарыдала так громко и безнадежно, как может только человек, для которого на самом деле все кончено. Разбитая ночными кошмарами Ирина с большим опозданием приехала в офис. Но, как ни странно, никто и не сделал ни единого замечания. «Эти ночные кошмары меня доконают. Надо сходить в поликлинику», – включая компьютер, думала Ира. «Наверное, сразу запишусь к психиатру». Рабочее утро начиналось неспешно. Едва Ирина успела отойти от кофемашины и водрузить чашку на стол, как к ней за перегородку заглянула Наташка. «Ир, тебя шеф зовет», – затороторила коллега. «Там какой-то трэш с презентацией. Анька в больнице. А ты больше всех нас в курсе, что там с этой рекламой». Вечером в офисе праздновали удачное закрытие сделки. И домой Ирина ввалилась в прекрасном настроении и изрядно навеселе. Презентация прошла на ура. Клиенты были в восторге от всех трех концепций рекламных роликов и покупали их оптом. Шеф прямо-таки светился от счастья. Да и она, самословно, преобразилась. Не заикалась, не запиналась, не тупила, а быстро и четко выдавала выстраданный всем отделам рекламный текст, улыбалась и даже немного шутила. Ненавистная Анька наконец не путалась под ногами, а лежала в больнице. Никто не знал, каким образом зеркало в туалете ресторана лопнуло, и осколок попал Аньке в глаз. Коллеги расходились во мнениях, правый это был или левый. Впрочем, детали не важны. Ведь главное, что белобрыстая стерва не явилась в офис, и неизвестно, сколько теперь просидит на больничном. А шеф уже намекал, что подумает над повышением Иры. Спотыкаясь о разбросанной на полу тапочки, Ирина щелкнула выключателем, и тут же зло выругалось. Лампочка вспыхнула, раздался хлопок, и прихожая погрузилась в сумрак. «Вот же блин, перегорело. Где сейчас искать новую?» «Да вряд ли здесь есть стремянка», – рассуждала она боковым зрением, улавливая нечто, мелькнувшее в темноте зеркало. Почувствовав холодок, скользящий по позвоночнику, Ирина, не оглядываясь и убеждая себя, что померещилась, поспешила на кухню, врубив там верхний свет. «Как пить дать? Прорва электричества нагорит за ночь. Но пусть, так хоть будет освещена прихожая со стремным трюмо, которое вот уже снится ночами. Позвонить, что ли, этой бабке-хозяйке? Пусть объяснит творящуюся в квартире херню, и заодно можно потребовать скидку». Время позднее не звонить Ира, конечно, не стала, а просто открыла форточку, чувствуя, как врывается в затклое помещение свежий воздух. Не снимая шарф и пальто, в прихожую возвращаться совсем не хотелось, она плюхнулась на табурет и закурила. Хмельная голова совершенно не хотела работать, но Ирина, сделав очередную затяжку, как смогла, сконцентрировалась, и вдруг, словно озарение в голове, мелькнула удивительная по своей невозможности мысль. «Если хорошенько подумать», Ирина не считала себя глупой, скорее, невезучей, «то вся чертовщина твоя делась с ней с тех пор, как она заехала в эту квартиру. То что-то привидится, то сны кошмарные вдруг снятся, да опять же подозрительные совпадения с деньгами и Анькой». «Надо что-то с этим решать. Невозможно вот так вот сидеть и прятаться в кухне». Ира полезла в холодильник, достала початую бутылку коньяка, которую недавно купила по акции и иногда добавляла в кофе. Выпитое придавало уверенности, и она решительно поднялась, зашла в прихожую и, подсвечивая себе телефоном, все-таки не без опаски приблизившись к странному зеркалу. «Значит, два моих пожелания, уж не знаю каким чудом, исполнились. Деньги на следующее утро нашлись, потом из презентации Аньку выпилили. Что ж, начало неплохое. Но вот только не надо меня за дуру держать, ведь помню, что все свои мысли я озвучивалась здесь, у зеркала. «Эй, есть кто-нибудь?» Осторожно отодвинув трюмо, Ирина заглянула туда, но в неровном свете экрана телефона увидела только обклеенную дешевыми обойми стену. Что удивительно, но страха как такового не было. Он просто исчез, а ее саму, наоборот, разбирало неприличное любопытство. Людей Ирина не жаловала. Те, кто были хуже нее, вызывали лишь ненависть и презрение. А те, кто красивей и успешней – зависть и злость. С детства Ирина зачитывалась сказками Пушкина, справедливо негодовала тупыми хотелками недалекой старухи, а сама, конечно, мечтала разжиться подобным источником желаний. Прекрасно разбираясь в рекламе магических услуг, Ира как-то купила колоду Таро. Только вот в тонкостях расклада так и не смогла разобраться. Потом со скудной стипендией заказала в интернете странный амулет на удачу, которая сразу же от нее отвернулась в лице разгневанной матери на бесполезную побрякушку. «Неужели это все оно?» – думала она, простукивая пальцами зеркальную поверхность. «Или пранк?» «Да нет. И я же нигде, кроме этой квартиры, желаний своих не озвучивала». «И может быть». «Хотя ладно. Давай-ка попробуем по-другому». «Хочу нормальную внешность, как у Мадери, а не это вот все», – торжественно сказала Ирина, приложив ладонь к зеркалу и тут же вскрикнула. Зеркало заискрилось и вспыхнуло разноцветными огоньками. И вот в отражении на нее смотрела очень красивая женщина, в которой немного угадывались черты самой Иры. «Яль на свете всех милее». «Мамочки!» – зеркальная красавица пропала, оставив вместо себя зеркальное отражение растерянной и испуганной девушки. «Иринина настоящее отражение». Бормоча проклятию и причитая молитвы, Ирина убежала на кухню, подскочила к раковине и взахлебно пилась прямо из-под крана холодной воды. Обессиленная опустилась на стул, провела рукой по взмокшему лбу, вытирая испарину. «Нет, эта чертовщина не по-настоящему. Да и вообще глупо бояться какого-то зеркала. Тем более, что она порядочно выпила, обмывая новых клиентов. Нет ничего мифического и потустороннего. Есть проблема, и ее нужно решать». Ирина решительно встала и пошла в комнату, вспомнив, что в бабкином серванте видела приличный запас свечей. И не ошиблась, почти не початая упаковка, а рядом скрытая полупустая. Вернувшись в кухню, Ира зажгла свечку, поставила в чашку и осторожно заглянула в прихожую. Зеркало не подавало ни малейшего признака активности, зато порядочно давил на психику таящийся по углам полумрак, который не мог рассеять трепещущий свечной огонек. «Эй!» – робко позвала Ира, серьезно опасаясь, что из зеркальной темноты отзовутся. Тихо, никаких признаков жизни. «Галлюцинации – это все галлюцинации. К алкашам приходит белочек, на реке ловят трипы, а у сумасшедших бывают конкретные глюки». «У сумасшедших!» «И у тебя!» – услужливо подсказал противный внутренний голос. «Ой, да идите-ка вы нахер! Это все галлюцинации! Я просто устала и немного перебрала с коньяком!» – в сердцах крикнула Ирина, и от такого полунаучного объяснения происходящее и впрям стало чуть менее фантастическим. «Тук-тук!» – отражение Иры по ту сторону зеркала, улыбаясь, подняла руку и легонько постучала по стеклу. Ирина от неожиданности ойкнула, попятившись, шлепнулась на пол, больно ударившись копчиком. «Тук-тук!» Дрожащая, будто в туманной дымке рука приложила раскрытую ладонь к гладкой поверхности зазеркалья. Ирина зажмурилась, нащупывая на груди крестик, которую она носила скорее для красоты, чем по вере, и крепко сжала в ладони. Через несколько напряженных секунд девушка решилась открыть глаза, но другая Ирина в отражении никуда не исчезла. Напротив, со стороны зеркала послушался долгий вздох, словно отражение чем-то было расстроенное. «Кто здесь?» – Ирина пискнула, чувствуя, как по лбу бежит ледяная капелька пота. Отражение растянулось в дружелюбной улыбке. «Ну, скажем, я тот, кто может исполнить все твои сокровенные желания», – прошелестела зазеркальная Ирина. «Подойди, не бойся, и мы сможем обсудить все условия», – не будто уловив замешательство девушки, продолжила. «Я не пугаюсь ты так, милочка. Я не собираюсь вредить тебе. От взаимовыгодной сделки мне гораздо больше пользы. Как говорится, ничего лишнего». «Ничего личного», – автоматически поправило отражение Ирина. Жав виски пальцами, она слегка помассировала, разгоняя кровь. Голова раскалывалась от вот этого коньяка, выкуренных сигарет, нервов и этой… этого… кого-то в зеркале. Сделка? Исполнение желаний? А что, если ей на роду написано о встрече с чем-то таинственным и волшебным? Недаром она с детства зачитывалась сказками, украдкой мечтая, что однажды ей тоже удастся рожиться каким-нибудь магическим артефактом, исполняющим желания. Уж она точно не профукает свой шанс на тупые хотелки. «Черт, я сошла с ума», – девушка недоверчиво шагнула к зеркалу, не отводя глаз от улыбающейся зазеркальной Ирины. «Нет, не угадала, ни черт». «Дух», – осклабилось отражение, и вдруг жалобно всхлепнуло. «Не веришь? Обидно. Это ведь сейчас я дух бесполый, а раньше сильным, добрым и порядочным волшебником был. Много лет назад меня заточила в зеркало ведьма за то, что отказался выполнять ее подлые прихоти. Долгое время мы с ней бились, но победила она хитростью и коварством. Сижу теперь в зеркаль, даже поговорить толком не с кем». Ирина, которой очень хотелось верить, осторожно подошла к зеркалу. Отражение внимательно на нее посмотрела и, уловив ее замешательство, быстро добавила. «Но ты же помнишь эту отвратительную бабку, которая здесь жила до тебя и сдала тебе квартирку? Сущая ведьма. Сама ведь видела. Так что словам мои можешь верить». Ирина тут же припомнила хозяйку квартиры. Похоже на правду, ведь старая бабка и впрям выглядела как сущая ведьма. Отвратительные узловатые пальцы, которыми старуха жадно пересчитывала деньги. Пугловатая, желтая и сморщенная, как курага, лицо. Набрягшие мешки под злобными колючими глазками. Крючковатый нос, противно нависающий над верхней губой серые усики. «А почему тогда ведьма оставила волшебные зеркала здесь? Почему не забрала с собой?» Отражение театрально всплеснуло руками и фыркнуло. «Да потому что накладно перевозить эту рухлицу. А у старухи давно уж нет денег». Поиздержалась маленькая. «Пенсия — копейки. А зелье и снадобья давно не покупает никто. Люди теперь охотнее верят рекламе волшебных таблеток в газетах и по телевизору, чем потомственным ведьмам. Да я лет двадцать, как я и не являлся. Как уж она меня не призывала, сколько заклинаний не говорила, так и сидел назло и молча. Наверное, подумала, что я давно сдох от скуки и одиночества. Знаешь, как холодно и тоскливо сидеть в темноте. Выйти-то сам я на вашу сторону никак не могу». Пропустив мимо ушей последние слова духа, Ирина облизала пересохшие от волнения губы. Её таки распирала от любопытства и азарта. «А какие желания ты ещё исполняешь? Ведь это… ты и с деньгами помог мне, и Аньку так вовремя из презентации вышел. Что ещё можешь?» «Воу-воу, разогналась как ты, милочка», – высмехнулись из зеркала. «Сперва давай условия сделки обсудим. Во-первых, желаний всего три. Ты сказки-то в детстве читала, наверное?» «Два я уже исполнил. А третья, так сказать, в виде демоверсии было». «Погоди», – возмутилась Ирина. «Я же не знала». Её зазеркальная копья подняла вверх палец и назидательно заметила. «Ну, знала-не знала, а загадала по всем правилам, да и результатом с удовольствием воспользовалась. Да и за третье всего-то прошу, помоги мне из зеркала выйти, хоть ненадолго среди людей погуляю». «А ночные кошмары, они почему мне снились?» «Ты насылал». «А это, так сказать, был рикошет от исполненных желаний. Тут и ничего сделать не в силах. Вселенная так устроена, понимаешь? Если бы твои желания не причиняли другим вред, то и сны были бы совершенно иными». Дух нетерпеливо переминался с ноги на ногу. «Ну что, ты согласна и мне немного помочь?» Ирина нервно курила сигарету за сигаретой, нарочно оттягивая окончательное решение. Разобраться предстояло во многом. Ведь сейчас мозг получил огромное количество невероятной и противоречивой информации. С одной стороны, ведьма может на нее рассердиться, если узнает, что она помогла духу. А с другой, старая кляча наверняка и думать забыла о своем пленнике. Опять же, раньше, чем через две недели, когда наступит время снимать показания счетчиков, хозяйка квартиры не объявится. На первый взгляд, стрёмно, конечно, все это. А вдруг дух обманул и опасен? Однако не убил же он никого. Анька ей только лишь глаза лишилась. Подумаешь, всего-навсего инвалидка. Да и то, потому что она ей пожелала ослепнуть, а могла бы пожелать и убить. А может, это ее единственный шанс разом решить все проблемы? Эх, была не была. Ирина раздавила бычок и решительно вышла к зеркалу. «Значит, говоришь, любое желание выполнишь, а я тебе помогу выйти наружу?» Отражение встрепенулось. «Не любое, а в разумных пределах, конечно. Зато я воздухом чистым подышу, погреюсь немного на солнышке, попью свежей водички». «То есть в разумных пределах». Даже не слушая, что там собирается делать дух на свободе, Ирина напряглась, справедливо опасаясь, что долгожданная удача ускользнет сейчас от нее. «То есть материальные блага и личная выгода, политические амбиции не удовлетворю, замуж за шейха не выдам, владычицы морской не сделаю», – насмеялось отражение. «Да на черта мне это сдалось. Ты что, издеваешься?» Расслабившись, выдохнула Ирина. «Для начала намутишь мне кое-что, а уж после я и сама все получу. И бабло, и квартирку, и тачку нормальную, и замуж за кого надо выйду». «Да без проблем, милочек. Сделаю, только не забывай, что у нас с тобой договор». Много времени подготовка не заняла, но все равно, пока не наступила полночь, Ирине, чтобы окончательно протрезветь, да и просто для храбрости, пришлось выпить несколько кружек кофе и покурить еще сигарет. Держа перед собой дрожащими руками свечку, она пристально всматривалась в зеркало, которое отражало другое зеркало у нее за спиной. В странной конструкции для этого пришлось притащить еще одно зеркало, которое она сняла в ванной, сооруженный по просьбе духа. Ей была видна лишь собственная обтянутая футболкой спина и небольшая часть коридора. «Ну что дальше?» – Ирина чувствовала себя неуютно и глупо. «Загадывай желание», – усмехнулся дух. «Я хочу стать настолько прекрасной и роскошной женщиной, чтобы мужики от меня с ума сходили, а бабы вслед шипели от зависти». Отлично сформулированно, похвалило отражение, и зеркало заискрилось, выпустив в полумрак коридора голубыми бабочками маленькие яркие огоньки. Через несколько секунд все пропало, и Ирина снова увидела себя в зеркале. Вроде бы на нее смотрела она сама, но ничего общего с прежней Ириной у новой девушки не осталось. Кожа разгладилась, как будто светилась изнутри. В широко распахнутых васильковых глазах гуляла хитринка, а прежде непослушные волосы выпрямились и удлинились, приобретя изумительный платиновый цвет. Девушка наклонилась ближе к отражению, возбужденно вглядываясь в чуть вздернутый носик и чувственно яркие красные губы. Что ни говори, красота. Дух не обманул, все правильно сделал, даже еле заметная раньше сеточка морщинок в уголках глаз исчезла и разгладилась складка у переносицы. Одним словом, настоящий шедевр. «И надолго такой эффект?» – на всякий случай уточнила Ирина, пристально изучая себя новую и селись найти хоть малейший изъян. «Пожизненно, если исполнишь свою часть сделки», – усмехнулось отражение. «Приложи руку к зеркалу». Ирина, не отрываясь от любования новой собой, протянула руку, соприкасаясь пальцами со своим зеркальным двойником. Завороженная, она не заметила, как за ее спиной из глубины зеркального коридора выплывает нечто темное. Густо клубясь, тьма перелилась через край зеркала, неумолимо заполняя всю комнату. Вдруг, кожа в отражении на лице Ирины пошла трещинами и начала опадать сухими серыми струбьями. Девушка завизжала, попыталась отдернуть ладонь, но рука по ту сторону зеркала, уже преобразившаяся в длинную когтистую лапу, пробив гладь зеркала, намертво схватила ее за запястье. Вторая длинная лапа кривыми когтями вцепилась в горло Ирины и с нечеловеческой силой втащила в разошедшуюся, как морские воды перед Моисеем, гладкую поверхность старого зеркала. Все тело Иры будто прошили тысячи игл, она отчаянно брыкалась и сипела, в ужасе перед чудовищным нечто, довольно скалившимся перед ее посиневшим лицом. Шестьдесят третье. Победоносно прорычал рваный рот, кривые клыки жадно клацнули, и в лицо Ирины вперись костлявые пальцы с темными звериными когтями, начисто срывая его с черепа. Сегодня грянуло самое настоящее происшествие, обсуждать которое бабушке возле каждого подъезда на лавочках будут все ближайшие дни. Но больше всего волновалась Анна Сергеевна, невольно ставшая очевидцем. «Нет, Петровна, ну ты представляешь, иду я значится из пятерочки, а спину как всегда прихватила, радикулит мой проклятый». Сидя на лавке, Анна Сергеевна подалась всем своим долговязым телом вперед. «Пересел я, значит, передохнуть. А тут такси подъезжает, и выходит из него такая себе фифа вся в черном. Злющая и надменная, даже не поздоровалась, а сразу в наш подъезд шоркнула. Я тут же подумала, это хозяйка квартиры, что подо мною. Прямо вот так вот и угадала». «Да ты про девку скажи. Жалко ведь, молодая еще». «Я видела ее как-то болезненная, вся такая, как и уж больно сердитая», – терпеливо перебила товарку Тамара Петровна, скрестив на груди руки. «Вот я ж всегда тебе говорила, что она на наркоманку похожа, для проститутки больно уж страшненькая». Анна Сергеевна многозначительно посмотрела на соседку и торжественно, выдержав паузу, продолжила. «Я тебе как есть говорю. Сначала эта злющая баба зашла, потом скорая подъехала, а потом вынесли труп в черном мешке и погрузили». «Мне домой уже надо, там мало чего начинается, а тут такие дела». Она вскинула руки в гору, будто защищая его, потом медленно покачала головой. «Я так огорчилась за девку, что поднялась на четвертый, позвонила. Вдруг надо чего? Помощь какая?» «А дверь-то мне эта Мегера открыла, так как гаркнет с порога, чтобы я ничего не вынюхивала, и убиралась, а то проклянет». «Богом клянусь, голубым светом за дверью светило, как наш старенький ламповый телевизор, который, слава тебе Господи, сломался, когда я на пенсию вышла». «Может, это телевизор и был?» «Да нет, не похоже». От зеркала свет тут ушел, и краем глаза немножко увидела. Анна Сергеевна сняла очки и в упор посмотрела на Тамару Петровну, ни секунды не сомневаясь, что та сама помирает от любопытства. «Верно говорю тебе, ведьма. Девку здоровую извела. Сначала квартиру сдала ей, потом извела и убила». «Так если бы убийство, уж давно бы полиция всех допрашивала», быстро перекрестившись, сказала Тамара Петровна. «Мне Семеновна из 54-й клялась, что инфаркт у девки случился. Она с балкона все видела, а потом дочка у нее тоже врач, вот она все и узнала». Анна Сергеевна только недоверчиво хмыкнула и засобиралась домой, твердо решив, что сегодня все углы окропит святой водой. Может и правда у девки то случился инфаркт. Однако баба эта черная наверняка сюда неспроста приходила. Покончив с оставшими уже почти привычными хлопотами с вызыванием скорой, женщина сполоснула руки на кухне и подошла к зеркалу. Отражение ей понравилось. Классическое черное платье, густые волосы собраны сзади тонкими серебряными шпильками, на груди бился, словно сердце пойманной птички, старинный амулет с желтым камнем посередине. Строгое лицо через слевый глаз пересекала темная бархатная повязка. «Яль на свете всех милее», – проговорила она и требовательно постучала пальцами по зеркалу. Отражение дрогнуло, и оттуда костлявая рука с длинными пальцами и темными когтями очень некультурно показала ей кукиш. «Хамите, парниша», – ведьма потерла вспыхнувший желтым цветом амулет, и из зеркала показался его обитатель. «Чем ты недоволен, паскудник?» «Ох, Анфиска, горькая девка попалась. До сих пор от нее гадко», – сопливый нос демона хлюпнул. Вместо рта образовалась кривая щель. Единственный глаз налился кровью, и демон громко чихнул. «Еще и сразу от нее подхватил. Аллергия на души гнилые». «Ну, растрепка, ты же знаешь, чем грязнее душа, тем больше в ней тлена и горечи. А нормальные на тебя уже, извини, не клюют». Анфиса небрежно подвинула рукой отражение демона и залюбовалась на свое собственное лет двадцать долой. «А ведь въезжала она сюда прямо древней старухой». «Ну, может, найдешь мне кого поприличнее», – заныл демон и заскреб когтями стекло. «Вот, чувствую, как изжога опять начинается». «Нет, растрепка. Тут дело такое, сворачивать из Москвы надо. Сестрица моя, Серафима, что-то пронюхала. Я еще вчера заприметила, как возле этого дома шныряла. А мне пока рано встречаться с ней и партию новую начинать». Анфиса сжала в руки амулет, чувствуя, как пальцы начала приятно покалывать. «Квартиру эту продам. С риэлтором завтра встречаюсь. Переедем с тобой в Саратов. Там нормально и поохотимся». «Почему Саратов? Ты же прекрасно знаешь, какая там публика водится. Ни одного нормального человека давно не осталось. Я не хочу. Мне в Москве нравится». Поксиво заныл демон. «Вот доведешь меня, специально разобью твое пристанище при транспортировке». «Не разобьешь, Анфиск, не разобьешь. Наша сделка с тобой на взаимовыгодных условиях. Я души забираю, а тебе отходит девичья красота и здоровье. Вон, нагляди, почти все морщины разгладились. И гипертония твоя, и артрит, небось, тоже прошли? Так что не грози мне. До сотни еще душонок-то набрать нам придется». Сдается квартира в новом микрорайоне. Тихое место во дворе, вдали от дорог, но при этом вся инфраструктура в пешей доступности. Семейных с детьми и животными просьба не беспокоить. Подробности по телефону.